Несколько дней назад наша съемочная группа побывала в бассейне, но не для собственного отдыха, а для того, чтобы посмотреть, как изо всех сил трудится Алеша Саакьянс. Пару лет назад Алеша побывал на гидрореабилитации и так удивил маму своими успехами, что она решила, во что бы то ни стало, надо найти в Тамбове специалиста, который будет заниматься с Алешей круглый год. И ей это удалось. Этот радостный, смелый и немного озорной мальчик Алеша Саакьянс. Волноваться за него не стоит. Технику ныряни он начал осваивать еще два года назад. Теперь занимается в большом бассейне с инструктором. Алеша родился один из двойни. Был очень слаб, с маленьким весом. У Алеши детский церебральный паралич. Дома застать Алешу с мамой непросто. Они часто ездят на реабилитацию. Летом 2016 года они попали на гидрореабилитацию в Сочи, в Центр Добежинах. Там Алеша и начал учиться плавать и нырять. Поплыл практически сразу. Научился задерживать дыхание, работать ножками. Все эти навыки Юле хотелось практиковать и дома. В Тамбове долго не могли найти специалиста с индивидуальным подходом. В ножки, в ножки. Вот. Пошли, пошли. Вот так, давай, давай, молодец. Оксана Корниченко не первый год занимается с особенными детьми. Она и тренер, и преподаватель. А главное, очень любит свою работу. Я очень люблю работать с детками, потому что в отличие от здоровых деток, с детками-инвалидами ты получаешь тот заряд энергии, которого ты не получишь при работе со здоровым ребенком. Когда у ребенка что-то получается, ты чего-то добиваешься, ну, до такой степени какой-то эмоциональный всплеск даже у меня. Мне не страшно, потому что я знаю, что все это ради того, чтобы он смог потом двигаться, смог ходить когда-то. На нервное окончание воздействует мячик. Поэтому стараемся вот так вот мы его удержим. Молодец! Держи, 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 держи. Вот, умничка. Давай мы с тобой мучками поработаем. Вода учит управлять телом в пространстве, перемещать центр тяжести, развивать координацию. Мама Алеша замечает, что эти занятия еще и дают возможность расслабить мышцы, снять тонус, что очень важно для детей с подобными нарушениями. От занятий в бассейне спастика уменьшается, он помягче делается. И тем более еще сауна, он расслабляется. И еще то, что он ныряет, получается, это как бы такая искусственная небольшая гипоксия, когда он задерживает дыхание, и это очень благотворно влияет на мозг. Мы сейчас пока на занятия ходим мало, но тем не менее, мы сюда в бассейн заниматься ходим с инструктором пока что мало времени. Так мы еще до этого плавали, ныряли, мы ныряем еще дома. И поэтому я могу сказать, что, конечно, положительный эффект есть. Занятия в воде мягко массируют кожные рецепторы. Дарят радость, удовольствие и новые ощущения, считает тренер-гидрореабилитолог. Пробуем работать ножками, ручками. То есть то, что в обычной жизни вне бассейна мы не можем делать, в бассейне мы это пытаемся, стараемся делать. То есть все наши спастики потихонечку расслабляем мышцы ему. Также бассейн положительно влияет в целом на аппетит ребенка, на сон. Мама говорит, что Алеша начинает ждать следующего занятия почти сразу после его окончания. Алеша ждет каждый раз нового занятия. Так как он говорить не очень умеет, он больше показывает жестами. И по поводу того, чтобы плавать, идти в бассейн, он показывает, вот так вот нос затыкает, ныряет. И когда уже знает, что завтра или послезавтра мы пойдем в бассейн, он, как любой другой ребенок, начинает галдить. Мам! Мам! На данный момент Юлия максимально старается использовать возможности реабилитации, которые есть в нашем городе. Посещали массажиста, занимались логопедом, делали лечебную гимнастику. Но реабилитация не может быть бесконечной, говорит Юлия. Сын устает и морально, и физически. А занятия в бассейне отлично совмещают в себе и тренировки, и занятия, и удовольствие. Субтитры создавал DimaTorzok